Один патрон Ай-яй-яй, мне один патрон был Твою мать Короче Симпл Да, Лан, замолчи, лучший игрок вроде бы как мира у нас считается, да? Свою сушильню открыли в Киеве Вот И Миндзе суши называется Вроде бы хорошие Цены там у них такие себе Но качество говорят очень адекватное Блин О, е У меня не каша, если че Не ищите меня только Я никого не добавлю в друзья Я просто так по фону Уууу, бау Ниндзя суши От лучших игроков мира в Counter-Strike Их директора Сегодня заказываем Они открылись в Москве Мы сделали заказ на 7 с креном тысяч рублей И пока ждем А я пока разомнусь Ай-яй-яй Вот убили меня Жаль Как вам обновленная заставочка? А это ребята нарисовали мне У них тоже канал на ютубе есть Они рисуют мультик Моп и Боб Ссылочку на них оставлю в описании Ребят, спасибо Ну а вы пишите свое мнение Заставка лучше сейчас у нас, чем была А то постоянно мне заставкой не то Нарисовано не так Как вам сейчас? Пишите свое мнение Короче, ниндзя суши Ниндзя суши доехали за нас За нас Это уже как-то я по-украински Ну не зря, потому что Все-таки ребята сначала в Киеве открылись Теперь здесь Доехали за полтора часа Причем ровно за полтора часа Я прям посмотрел Оплатил я денюжку Между прочим ИПК Каримова Марапат Мамат Вот 7245 рублей я оплатил В 12.12 А приехали они К нам А приехали они В 13.42 Если мне Мои математические способности Не изменяют сегодня То это ровно полтора часа И обещали Ровно за полтора часа Ловко, молодцы Итак, что касается значит Привезенного Ребята Все довольно симпатично Смотри Вот такие брендированные пакеты Ниндзя суши Для истинных ценителей А я люблю суши Пожалуй это для меня Вот такой вот мужичок Суровый Да Который прям вот очень хочет Поставить хедшот в Counter-Strike Видимо Давай посмотрим что внутри Пакеты симпатичные Оба На степлеры Блин я все У нас тоже в суши Степлерами И мне не нравится на самом деле Тема со степлерами Потому что Ты когда открываешь Они начинают царапаться Вот надо чем-то заменить Я не знаю Чем посоветую Потому что мы так же Закрепляем пакеты И это не есть хорошо Так Что у нас тут первое Канада Вот такого большого размера Очень крупные суши Это очень дорого стоит Я вам сейчас про цены Мы отдельно поговорим Это набор Ниндзя суши Они так и называются По-моему Этот наборчик Отлично всего наложили Смотри Здесь сразу ребятам лайк За бутылочки Это очень удобно И отдельно Плошечки для соевого соуса Мне нравится идея Клево Васаби Белый имбирь Блин Где-то я это уже видел Ладно Очень хорошо пока Это пакеты с комплектацией Здесь у нас еще Несколько суши Опа А вот у этих ребят Не крышка нормальная Хотел сказать Открылась И вот она фишка Я думаю Для чего они мне Написали Есть ли у меня животное Ну собака или кошка Они дают корм Это корм для собак Я пробовать не буду Уж извините По поводу цен Даже глядя на эти продукты Я понимал Что это не будет Дешевая доставка Потому что Ну изумительные продукты Они используют Это касается И лосося Креветки Авокадо Вот целый Ролл с авокадо Это вообще огонь В принципе Размер этих роллов Говорит о том Что ну блин Не будет дешево То есть Не будет дешево Другой вопрос Насколько дорого Это не мариман Но это уже далеко И не хорошая доставка Суши Какая нибудь Где цены Умеренные Скажем так Например Филадельфия Вот Филадельфия Она хороша у них Без Вне всяких сомнений Это хорошая Филадельфия С хорошим лососем Это Филадельфия С лососем Охлажденным С фарерских островов Я абсолютно уверен Что именно Этот лосось Используется Потому что Я его узнаю Мы с ним уже друзья Последнее время Стоит 600 рублей Цена ровно такая Чтобы зарабатывать То есть Если будет цена ниже То О каких-либо заработках Более-менее серьезных Речи идти не может Себестоимость Чисто продуктовая И упаковка Вот исходя из того Что я вижу Где-то наверное 250 рублей Может быть 270 Ну что-то типа такого Вот И соответственно Эта накрутка Позволяет ребятам Зарабатывать Гораздо больше Чем делают Некоторые Например Да Но за эти деньги Я получаю продукт Немножко у меня есть Нарекания Как бы К тому как Свернуто Да Например Ну это скорее Придирки Например Вот этот ролл Да Ну что-то ребята Тут не подрасчитали С рисом То есть какой-то Странный кусок Большой риса Ну и в принципе Да Они хотели делать Кружочки А получилось У них Какие-то Овальчики Внутри Ну лосось Хороший То есть какие Какие могут быть Претензии У меня Если Все составляющие Вот этого продукта Выглядят клево Филадельфия Огонь То же самое Могу сказать И про Канаду Канада хороша Сколько она стоит Давай посмотрим А нет Это Филадельфия С угрем 800 рублей Ну тут Угорек Тут сырок То есть видно Что начинки Довольно много Да Но опять-таки Вот смотри Чем я объясняю цены Цены всегда Объясняются Жадностью Продавцов Да И естественно Исходными продуктами Что касается Исходных продуктов То окей Но я бы Гораздо больше Объяснил Эту стоимость Вот этих роллов Если бы Например Там был бы Авокадо Внутри Авокадо Дорогой продукт Очень капризный У него Очень много Отходов Но здесь Нету Это очень Упрощенная Версия Филадельфии Здесь есть Огурец Здесь есть Сливочный сыр И лосось Все Был бы Авокадо Пожалуй Был бы Чуть меньше Вопросов По поводу Стоимости Это касается И Филадельфии С угрем Это я покритиковал По поводу цены Цены все-таки Высокие Реально Высокие Но за это Судя по всему Мы получаем Хотя бы Гарантированное Качество Это очень приятно Что есть такие ребята Давай начнем Взвешивать Да Филадельфия 300 граммов Должна весить С коробочкой Весит 320 То есть Приблизительно Минус 10-15 граммов Все соблюдено 320 граммов Должен весить Филадельфия С угрем Весит 340 Вместе с коробкой По весу Никаких вопросов К этим продуктам Нет Давай пробовать Уже начинать У нас есть чудесные Бутылочки С соевым соусом Есть чудесные Баночки Куда мы его Можем себе позволить Налить Давай сначала Попробую Прикольный Соус вкусный Реально вкусный соус Это очень хорошо Его даже можно Немножко развести С водой Честно вам признаюсь То есть Настолько он хорош Смотри Кладут довольно много Васаби Мне кажется Даже кладут Больше чем нужно У нас 3 такие баночки Хотя нет Нормально Мы на пятерых Заказали Замешаем Слушай Очень удобный формат То есть Вот эти пластиковые Плошечки Плюс бутылка Надо подумать Может быть Украду эту идею Филадельфия Да не Ну хорошо Не самый большой Ролл Ну как бы Ну на уровне Отличных суши По размеру Там тоже Где-то 290 граммов Они делают Выглядит хорошо Лососик Смотри Такой Да Плотненький Все как надо Шикарно Отличная Филадельфия На самом деле Вообще Просто 5 баллов Идеальная рыба Отличный Сливочный сыр Это Кремет от Хохланд Отлично Порезанные Хрустящие Огурчики Был бы Авокадо Был бы Вообще Бомбический Вот мне Авокадо В Филадельфии Очень нравится Для меня Авокадо Просто топчик Ну не то Чтобы оно Обязательно Там должно Быть То что у нас Даже вот Мы у себя Делаем роллы Многие люди Просят убирать Авокадо Потому что Не знаю Что авокадо Очень капризный Он иногда Может попасться Вот у него Я всегда говорю Что у нее есть Грань Вот Либо он еще Недоспелый Либо он уже Переспелый Понимаешь Вот эту грань Поймать Очень сложно Когда он Недоспелый Он хрустит Когда он Переспелый Он начинает Немножко Огорчить Он Вас не отравит Но он Чуть Дает Вот такой Муха Витает Зараза Горечь Вот Поэтому С авокадо Очень сложно Может быть И правильно Ребята Сделали Что Не стали Его добавлять В роллы Потому что Без него Проще За 800 рублей Филадельфия Ну почти Канада Потому что В Канаде Еще внутри Внутри Добавляется Лосось А так Ну по сути Это Канада Без лосося Внутри Очень хороший Рольчик Канада Более аккуратно Сделана Чем Филька Просто Перфекто Ребята Отличный Ролл 10 из 10 Это Очень вкусный Ролл Классно Сваренный Рис Кусок Угря Ровно Такой Чтобы я Кайфанул Чтобы я Почувствовал Вкус Угря И хороший Унаги Соус Сверху Полит То есть Мне этот Ролл Нравится Филадельфия С угрем Ну Тут на любителя Мне нравится Охлажденный Лосось У него Такой Очень нежный Вкус Если он Присутствует То Это просто Кайф Здесь Лосось Такой Где присутствует Вкус Лосося Вот Это же Все таки Тема С унаги Соусом Она Там Акцент На унаги Соус И уже Второстепенно Там Остальные Вкусы Они тоже Естественно Чувствуются Но Вот эта Сладость Унаги Она Забирает На себя Все Внимание Если вы Любите Вот такие Ролл Вам это Очень понравится Ниндзя Суши Респект Огонь Сделано Ладно Про цен Не буду Говорить Давайте Все Мы смирились С тем Что Как бы Здесь Недешево Здесь Это Дорого Но Это Хорошо Если Сравнивать С тем Мэриманом Где Филадельфия Сколько Там Тысяча Рублей Ну Типа Такого 1200 Даже 1200 То Очевидно Эти Ребята Выигрывают Есть Те Кому Они Проигрывают По цене Но По Мэриману Однозначно Выигрывают Так Что У нас Еще Давай У нас Еще Теплая Мы До сих пор Холодная Но Через Металлическую Штуку Я не смогу Пикнуть Потому Что Блин Ну Холодная Поверьте Все Доктор Питер Холодный Что Это За Ролл У нас Давай Посмотрим Это Ролл Запеченный Угарь 725 Рублей Стоит Такой Ролл Я Не Постесняюсь Перевернуть О Хорошо Начинки Положено Сырная Шапочка А Внутри Угарь Внутри Авокадо Сливочный Сыр Угарь И все И рисок И кунжут И сырная Шапочка Ну 310 граммов Это весит Тут больше Да 348 То есть Даже Перевес Хорошие Такие Упитанные Роллы Мне нравится Как они делают Косточка Маленькая Маленькая Косточка В угре Осталась Не доразделали Естественно Уже не смогу Показать Маленькая Она в принципе Безопасная То есть Она Не поцарапает Горло Но Почувствовал Как она прошла Вкусный ролл И вот эта вот Сырная шапочка Я сейчас ее хочу Попробовать отдельно То есть Мне кажется Там они просто Мешают майонез С сыром Ну вот как Типа Вы делаете мясо По-французски Вот типа такого То есть Сыр Не сливочный Вот этот Кремет А какой-то Типа Гауде Ой Прикольно Прикольно Действительно Сыр Ну Что-то Типа Вот гауда Какой-то Вот такой Вкус Чувствуется То есть Хороший Такой Солененький Сырный Шапочка Отличный Ролл Ребята Кто любит Теплые роллы Для меня Они уже остыли Потому что Мы какое-то Время готовились Но они Приехали Теплыми В общем Если любите Теплые роллы Вам это Понравится Даже если Не любите Теплые роллы Как я Не люблю Теплые роллы То вам Это тоже Понравится Потому что Мне это Понравилось Но по идее Как бы Должно быть Сопоставимо По ощущениям Давай еще Глянем Вот вторые У меня тоже Есть запеченные Смотри А тут По весу Даже еще Больше Наверное Запеченная Креветка Ну 340 Он и должен Больше весить 340 граммов 354 Считаем Соблюдено Давай посмотрим Что там За креветка Ооо Хорошая Креветка Хорошая Королевская Креветка Сыр Такое ощущение Что здесь Виола Почему-то Ну чисто Внешне Очень похоже На сыр Виола Сейчас посмотрим Большая Креветка Посмотрите На срезы Авокадо Хорошая Авокадо Не темный Никакой Все как надо Нет Сыр Кремет Мне так Смешно Вспоминать Когда-то Свои Свои же Мысли На тему Того Что вот В запеченных Роллах Рис Продолжает Готовиться И он Становится Более Кашообразным Типа Готовьте Для теплых Ролов Отдельную Порцию Риса Немножко Незаготовленную Вот когда ты Как бы Не крутишься В этой теме Когда Ты не понимаешь Как это работает Возникают Такие дебильные Мысли У меня таких Мыслей на самом деле Дофига Раньше было Сейчас я понимаю Как готовится рис То есть берется Большая рисоварка Заряжается Все туда И готовится Ровно так Как должен готовиться рис Вот как заложено В программе Рисоварки Это первый момент Ну и второй момент Конечно Никто никогда Не будет готовить Отдельную порцию Риса Потому что Это вот столько Риса Вот столько Риса И понять Сколько тебе Надо риса Вот сколько Теплых Там в день Возьмут Довольно сложно То есть готовить Отдельную порцию Для А вот этого Конечно Конечно Никто Не будет Вот Но тем Не менее Как Факт Остается Фактом Вот Во всех Теплых Роллах В том числе И здесь И у нас И в других Там Заведениях Здесь теплые Роллы Даже если Рис Приготовлен Клево А у них Здесь рис Приготовлен И заправлен Очень вкусно То В горячих Роллах Он становится Более Таким Ну Поняли Кашкой Короче Кашкой Не критично Абсолютно Не критично Это нормально Я как бы С этим Смирился Вкусные Роллы Вкусные Запеченные Роллы Я прям Очень даже Одобряю Ну вот Чего мне Очень интересно Посмотреть Ребята Вот это вот Безумие Какое-то Это что-то С чем-то Посмотрите Это Ниндзя Сет Стоит Такой Ниндзя Сет Тысяча Четыреста Рублей И я сейчас Не пошутил Действительно Стоит Тысяча Четыреста Рублей Пятьсот Граммов Весит Должен Четыреста Восемьдесят То есть И тут Ребята Все соблюли Так Ну здесь Прям вот Что-то Обилие Всего Как воспринимать Это я не знаю Здесь Что-то Розовое Что это Это либо Тунец Либо Подкрашенный Наверное Это тунец Все-таки Да Это тунец Тут у нас То ли креветка То ли Гребешок Непонятно Тут у нас Зеленый Это что Авокадо С капелькой Соуса Унаги Здесь Угарь И вот Что из этого Тут написано Кстати Морской Гребешок А где Морской Гребешок Я не понимаю Я думаю Что вам Интересно Посмотреть Что же там Внутри Да Вообще Есть ли Жизнь на Марсе А там Ну давай Я один Переверну Ради вас Чтобы вы Посмотрели А тут рис Как бы Ну то есть Это ролл Только немножко В другом Формате И вот Мы всю Начинку Достали Мы видим Сколько там Рисы Где-то Две трети Риса Все это Обернуто Лососем И сверху Мелко Нарезанные Продукты Те или иные Ну что сказать Тут довольно Много рыбы Используется В этом ролле То есть Я Это дорого Это дорого Я тоже Представляю себе Стоимость Вот этой штуки Где-то Наверное Рублей Шестьсот Наверное Вот это Вот все Стоит Они за это берут Тысяча четыреста Ну фиг знает Короче Все-таки Непонятно Что здесь С морским гребешком То есть Заявлено Что есть Морской гребешок А его Как бы и нет По-моему Два с тунцом Два с авокадо Два с креветкой Два с угрем Нигде Никакого Морского Гребешка Нет здесь Очень хороший Плотный лосось Нормальный тунец Но Мне не хватает нори То есть Все-таки Наверное Нори не зря Используется Не зря люди К нему привыкли Здесь слишком Много лосося И Серьезно И все остальное Теряется уже В лососе Хотя это странно То есть Как это так Лосой же Очень нежный По вкусу Вот как факт Говорю Здесь столько Лосося Что ты чувствуешь Вкус лосося Немножко Спайси Рис Нейтральный Довольно И все И не хватает В этом роли Плотности То есть Он весь Какой-то Мягкий Что ли В общем Тупо Нори То есть Если бы Здесь был Нори Ну это Превратилось бы Правда В обычный Ролл И нельзя Было бы Его продавать Хотя Почему У него Обычный Ролл Это Ролл Офигенно Обернутый Лососем Офигенно Обернутый Лососем С креветкой То же самое Ну авокадо Сунаги Довольно Понятно Так же Как и Угорь Сунаги То есть Это Опять Тот же Лосось Обернутый Если честно Мне Эта штука Вообще Не понравилась Она Вроде Как И Имеет Фирменное Название И Позиционируется Как Фирменное Блюдо Ниндзя Сет Но Честно Говоря Пожалуй Нет То есть Гораздо Было бы Понятнее Если бы Ниндзя Ассоциировалась С качественными Хорошими Там Канадой Я не знаю Филадельфией Этого Достаточно Для того Чтобы быть Уважаемым Ну лично С моей Точки Зрения Вот это Блюдо Для меня Непонятно Такое Обилие Лосося Скорее Всего Это Минус Чем Плюс Я не думал Что я Какой Такой Скажу В данном Случае Пожалуй Да Неинтересно Брать Не стоит Вам Скорее Не понравится Так же Как и мне Но за Лосося Отдаю Должное Все Короче То есть Я как бы Я с уважением К этому Продукту Резюмирую Что Его брать Не стоит С уважением Понимаешь Не типа Нет Просто Не стоит Неинтересно Придумали Не пойдет По вкусу Не пойдет Давай посмотрим Что у них с Канадой Вот у них есть Канада Причем черная Как это интересно Это просто У них не Канада Блэк Не черная Канада Это просто Канада Вот она Именно в таком виде И подается 830 рублей Такая Канада Стоит Блин Ты посмотри Как клево сделано Смотри Как сделано Изумительно Черный рис Авокадо Лосось Сливочный сыр Аккуратно свернут Довольно большой Кусочек угря Смотри Толстенький Такой Хотя Вот там Мне кажется В Филадельфии Филадельфия С угрем Было побольше Нарезано Но это Человеческий фактор Кусочек От кусочка Всегда будет Отличаться Отлично Сделано 305 граммов Должен весить 343 Ай да Хорошо Ай да Вообще Пока Ни одного Не до веса Канада Отличается От Филадельфии С угрем Тем что Здесь Дополнительно Вместо огурца Тут авокадо Ну в данном случае Можно варьировать И дополнительно Тут лежит Еще внутри Кусочек лосося 830 рублей Вкус плесени Абсолютно отчетливый Вкус плесени Сейчас был И Я знаю Рыбу Которая дает Этот привкус Это точно Не угорь Окунь 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 Может давать Такое ощущение Болотистого Такого привкуса В данном случае Помимо Авокадо По идее Не может Такой привкус Дать Ничто Да нет Подожди Авокадо Нормальный Я что-то Вообще Не догоняю Я рискну Еще попробовать Я должен Понять Что за привкус Во втором кусочке Нет такого привкуса Слушай Странно Короче Какой-то легкий Привкус Плесени Есть Возможно Возможно Попался кусочек Авокадо Ну Может там лежит Там знаешь Обычно Много авокадо Берется Чтоб что-то доходило Возможно Один авокадо Перележал И может быть Как-то кусочек Попал От него Вот в начинку Короче Во втором роли Нет такого ощущения В первом был Грешу на авокадо Но не уверен То есть другого Объяснения Этого привкуса Я не вижу Короче Как факт С учетом этого С учетом этого Пожалуй Кстати Посмотри Может тут есть еще Какое-то объяснение Вот это моя ресница Или нет Потому что я подвинул К свету И стало видно Видно ресничку Может и моя Наверное моя А может тут Наморгал Ну в принципе Конечно Такой привкус Может дать и Нори Но Он бы и раньше Я его почувствовал Если бы Нори Был у них какой-то Специфический Не знаю В общем ребят Вот такие дела С учетом вот этого Нюанса Пожалуй Канада не будет Сегодня в передовиках Производства Она как бы Окей Норг качественно сделан Очень хорошо Очень хорошо Ниндзя суши Красавчики Но Может быть неправильно Что ребята Авокадо убирают Из других роллов Очень рискованная Фигня Но тем не менее Есть ролл Например Где авокадо Заполняет Просто целиком Вообще Все Вместо рыбы Но внутри тоже есть Креветка Поэтому Мы не лишены Морских Морского белка Полностью Этот ролл Называется Причем он как-то Мне Под конец Я его щелкнул Зеленый дракон 700 рублей Он стоит Креветка Манго Авокадо Сыр сливочный Манго Ананасовый Соус Еще И манго Ананасовый Соус Давай посмотрим Посмотри Аккуратненько Аккуратненько Нарезан Авокадо Видно Что это Овощным Ножом Нарезано О как Хорошо Выглядит Посмотри Внутри Вот это Судя по всему Манго Тоже Тонко Нарезанное Сейчас Попробуем Оно Слишком Плотное Внутри Креветка Сливочный Сыр Отлично Свернуто Очень Красиво Эстетически Есть манго Есть морковка Манго Через дефис Морковка Манго Вот это Морковка Манго Ну либо Это очень Недоспелый Какой-то Типа Вьетнамский Тайский Манго Не знаю Короче Он Очень Морковистый Я могу ошибаться Может быть Действительно Они возят Из Таиланда Самые лучшие В мире Манго Но по-моему Это Обычные Из перекрестка Недорогие Такие Манго На которых Не очень много Надежды Ладно Давай Авокадо Ни грамма Ни миллиграмма Плохого Не могу сказать Про этот ролл И даже Манго Вот эта Легкая кислота И сладость Одновременно Манго Очень хорошо Подходит И креветка Внутри Большая И авокадо Спелый И манго Хрен бы с ним Наверное Все-таки Хороший Очень понравился Мне этот ролл Пытаюсь понять Где манго Ананасовый соус Вот этот соус Похожий на унаги Это и есть Манго Ананасовый соус Кстати Вкусный Он тоже сладенький Короче 700 рублей Зеленый дракон Очень крутой ролл Действительно По сочетанию вкусов Мне он очень нравится То есть Если вот фирменный Сет ниндзя Прям вообще нет То зеленый Дракон Прям вообще Да То есть Прям 5 из 5 Мне очень нравится И кислота И сладость манго И сливочный сыр Креветка И сверху Авокадо Авокадо Это дополнительная Жирность Для продукта То есть это Очень сытный ролл Просто огонь Очень вкусный И вот этот соус Крайне подходит 5 баллов Короче Ниндзя Красавчики У нас есть еще Кстати Одна Филадельфия Это Филадельфия С тунцом Ребята В 9 И 99 Случаях Из 100 Тунец Приезжает Замороженный Во все доставки Во все рестораны Приезжает Замороженный Тунец Охлажденного Тунца Найти Очень сложно И пожалуй В этом нет Особого смысла Поэтому Тунец Тунец Вот такого вида Который В принципе Наверное Многие скажут Что не очень Хорошего качества То есть Вот такой Вот как бы Рыхленький Пастообразный Тунец Это вообще норма То есть Ничего плохого В этом тунце Нет Это абсолютно Обычный Тунец Для московского Рынка Еды Как бы Еды Сырой рыбы Вот Видно да Что он такой Именно поэтому Я небольшой Фанат Тунца Вообще В принципе В этой кухне Потому что Ну вот Вот потому что Потому что Тунец Вот он такой Неплохой Нехороший Это как факт Это вот Филе тунца Замороженное Такое в вакууме Его размораживает Он становится таким Всегда Иногда хуже Иногда лучше Причем Реально Ты не знаешь Каким будет Тунец Когда ты его Разморозишь Он может выглядеть Еще гораздо хуже Чем здесь Серьезно А может лучше Выглядеть Давай попробуем В принципе Из-за того Что здесь тунца Довольно много Мы кстати Не взвесили Блин 310 граммов Ну по ощущениям Все нормально 750 рублей Стоит Такой ролл Тут мне нравится Я начинаю Какую-то мысль Потом Несколько мыслей Еще выскажу И вернусь К первой Короче Из-за того Что здесь много Тунца В принципе Вкус хороший То есть Вкус хороший Но опять-таки Благодаря сливочному сыру Хорошо свареному рису И тунец Здесь не теряется Потому что Его много Если его было мало То он бы Конечно потерялся Вот кстати Ну посмотри Вот здесь вот Пример Тунца Который выглядит Чуть хуже Чем Его сосед Это ролл радуга Ролл радуга Вот здесь вот Тунец Это видимо Другая тушка Тунца Размороженная Он выглядит Бледнее Но опять-таки Да Не значит Не значит Что он там Какой-то плохой Или испорченный Вот например Вот этот лучше выглядит Вот этот хуже Тунец выглядит Хотя я абсолютно уверен Это один и тот же Тунец Ну нафига Имеет несколько видов Тунца у себя Да Вряд ли Тунец Блюфин Там свежий Приезжает Его раздел Как день В турецких отелях Кто отдыхал Там на all inclusive Иногда бывает Галла ужин Какой-нибудь Там висят Прямо Тунцы Ладно Все Это такое Ну Раз уж мы заговорили У нас есть Ролл радуга Ролл радуга С тунцом Ванила Ниндзя Он называется Стоит Стоит 680 рублей Внутри Крабовые палочки Крабовые палочки 300 грамм Весят Чем 300 грамм Это видно 340 Палки Канал Я расскажу Угодно Как правильные начинки Были в крошке Картошки Ветчина Сыр Топовая начинка В крошке Картошки Это брынза С укропом И сосиски В горчичном соусе Ты ветчина Сыр Что за банальность Посмотрел бы У брат Короче Канал у Димы Есть Там интересный Контент Будет еще больше И разнообразней Возможно Форматы будут Меняться Так что Подписывайтесь Давайте Димона Тоже поддержим Ссылка В описании В общем Ставьте ему лайки Не обижайте Парни Снимает в формате Лайв Не как мы Там вот камеры Свет Вот это все Всем надоело Короче Подписывайтесь Ссылка в описании Дима плагиат В общем Короче Крабовые палочки Норм Вкусные Вкус чувствуется Их не так много Чтобы прям Перебарщивать Их как надо Огурчики Все хорошо Этот ролл Мне тоже нравится Цена по сравнению С другими Адекватней 680 Блин Я что-то у меня Отложил с 580 Думал сказать Первый ролл Меньше 600 рублей Нет Он тоже до хрена стоит Крещат цены Конечно Вот Ну ладно В общем В любом случае Этот ролл вкусный Да и вообще Мы все попробовали По большому счету У нас Ни одного Абсолютно Ни одного Косяка Кроме Может быть Моей вкусовщины Связанной С их Сетом Вот этим Да Где очень много Лосося И как бы Неинтересный Какой-то вкус В целом Получился И небольшого Недоразумения С привкусом Плесени В роли Канада С черным рисом Подкрашенный Чернилами Каракати Больше Каких-либо Нареканий Никаких То есть Филадельфия Зашибок Был бы там Авокадо Было бы Зашибок С плюсом Вот Равно как и Филадельфия С угрем Пожалуй Из того Что мне Понравилось Больше всего Реально Понравился Вот этот Роллс Манго Черт его знает Вот реально Зашел Понимаешь То есть Вкусовые сочетания У этого ролла Бомбические Мне очень понравился Спасибо ниндзи За то что Сделали что-то Нестандартное Ну даже Из стандартных вещей У них все Качественно И даже запеченные Роллы мне понравились Вот Все Ребят Вот весь секрет Понимаешь Ничего другого Не надо Абсолютно Любой Кто хочет Заниматься Суши Может это Делать Для этого Сварите Хорошо рис А слава богу Инструкции дофига Виктор Бурда Всегда к нему отправляю Пожалуйста Не исключено Кстати что эти ребята Тоже пользовались Может быть Какими-то рекомендациями От Виктора Хорошие ингредиенты Пожалуйста Лосось фарерский Угарь хороший Сливочный сыр Вкусный Огурцы свежие Хрустящие Авокадо Хороший Ну может быть Кроме вот Маленького кусочка С привкусом плесени И Аккуратность То есть Рукожопость Если она Минимальная То у вас будут Аккуратные Красивые роллы Получаться И весы Ребята И вот Последний момент Это весы Если вот Вы владеете Сушими Своими Заставляйте Поваров Работать Через весы Особенно Вот там Первый месяц Обязательно Всю начинку На весы Рыб Все на весы Конечный ролл На весы Проверили Все Не соответствуют Переделали Значит Все Тогда будет нормально То есть Эти ребята Следят за качеством Следят за громовками Следят за тем Что они делают Поэтому Огромный респект Я То есть Я никогда Не буду осуждать Прям сильно За цену Хотя Объективно Могли бы Все таки Ну могли бы Сделать Чуть-чуть Демократичнее Цены Но Окей Окей Это ваше решение Ваш бизнес Я в это не лезу Понятно Что весь этот Маркетинг В который вы Вкладываетесь Пакетики с логотипами Это тоже стоит денег Все И вот Но я бы Обошелся Может быть И без пакетика С логотипом Но Филадельфию Рублей Ну вот Знаешь Психологически Вот допустим Вот такого уровня Фильку Я бы Наверное Ну если бы Она стоила Пятьсот Двадцать Рублей Это да То есть Это хороший ингредиент И я готов был бы взять За пятьсот пятьдесят Я бы взял Если бы там Было авокадо Вот серьезно Вот я бы Заказал бы Эту Филадельфию Ну вот Ну и так касается В принципе Каждого продукта Поэтому Я не буду Винить за цену Как бы Цена ваша Ваши условия Вы с ними и работаете Я исключительно Про качество Могу сказать Что это Абсолютно На уровне То есть Это очень достойно Это определенно Лайк То есть Сейчас оценки Выставим Это место Из которого Можно заказать Из которого Я буду рекомендовать Ну что Лучший игрок СНГ Саша Симпл Его Наставник Блин Забыл фамилию Такой Дядька Тоже приятный Забыл фамилию Нави Говорю Нави Это не фамилия Тоже мне Нави Это игра Команда Натус Винсер Ты что Зевстов Бумыча взяли Сейчас Понял Турнули А кого турнули Эдварда По-моему Турнули Взяли Бумыча Бумыч теперь играть Я не то Чтобы как бы Очень в теме Это все тем Но я на Райза Подписан Мне Райз Кстати тоже Подписывайтесь Райз Классный чувак Даже если Не смотрите Вообще про Контерстрайк Просто сам Райз Классно рассказывает Какие-то вещи Я реально Стал узнавать Про Контерстрайк Только потому Потому что подписался Подписался на Райза А на Райза Подписался Потому что Очень клево Ведет свой канал Я угораю На некоторые моменты Вот Забыл я Как зовут Директора Короче Нави Неважно Саша Симпл Директор Нави И вся команда Нави Я каким-то образом Участвовал В этой теме Вам респект Огромный То есть Вы делаете Суши Так же Как Саша Ты делаешь Суши Так же Как и Хэдшоты Ставишь Каким-нибудь Там Фнатику Еще надо Саша Так же Хэдшотики Астрали Ставить Вообще Все нормально Будет Так же Как Суши Делаете Так же Пиум Филадельфия Пиум Канада И потом Мимо Сет Ниндзя Короче Ну когда Мимо Промахнулся Это вот Сет Ниндзя Будет Ой ладно Видишь Я немножко Как бы Поделился С вами Знаниями Что я Что-то там Тоже Разбираюсь Хоть Дядька Старый Знает За некоторых Там Флейми Бумыч Вот это Все Всех Знаю Всем привет Ребят Молодцы Хорошо играете Научите меня В Counter-Strike Играть Заколебали У меня там Две звезды Я иногда Побегаю На карте Что-нибудь Попромахиваюсь Меня Кикнут И я Все И нормально И пошел Там с детьми Заниматься Ладно Все Спасибо Давайте Оценки поставим Уже Ребятам И все И хватит Веселиться Сейчас Мне столько Будет Наверное Лайков Те кто Играет В Counter-Strike О Покашеварим В Counter-Strike Че-то понимает Оценки 84,5 балла Ставра Значит Смотри Ну за цену Ну поставлю Три Как бы Блин Ну дорогая Ребят Удовлетворительная Цена То есть Если вы Обеспеченный Человек Вы нормально В Ниндзя Суши Закажите Лучше В них Заказать Чем Где-то Экономить Серьезно Не надо Заказывать Я против Чтобы вы Заказывали И тратили Свои деньги Во всяких Суши Сетах Во всяких Вот этих Сушевоках Лучше Вот такой Вот В Филадельфии Поесть Один раз Чем Три раза В сушевоке Я всегда За это Вкус Качество 4,5 Почему Не 5 Вот ты скажешь Нудный Не 5 Исключительно Потому что Мне показался Вот Сет Фирменный Сет Мне показался Блин Неправильным Поменяйте Или Мне кажется Убрать его Стоит Возможно Это кому-то Нравится Мне не зашло По вкусу Поэтому я Полбалла Забираю Чисто Из вредности И вообще В принципе Здесь все Пятерышно Соответственно 5 баллов Вообще Ни одного Недовеса Все четенько Сервис 4,5 А за что? А за то 4,5 За то Что у них Нет возможности Оплаты Банковской Карты Когда привозят Ко мне Поэтому Полбальчика Забираю Вот этот Нюанс Добавить Будет 5 Так все Отлично Оплата Карты онлайн Сайт Сделан Классно Удобно Симпатично Современно Все Короче Хорошо У ребят Скорость Ставлю 4 И тоже Наверное Немножко Из вредности По большому счету Полтора часа Мне везли Не надо Прикапываться Полтора часа Это нормально Но у них На сайте Когда вбиваешь Ниндзя Суши У них написано Доставка По Москве 60 минут Все Поправьте Вот эту Подпись В поисковиках Чтобы не выдавалось Что за 60 минут Вывозите Ну потому что Не за 60 минут Вывозите Давайте объективно Ну в принципе Полтора часа Это зашибок Я считаю Но 4 балла Поставил Вот такой вот Я молодец Температура 5 Да потому что У нас ничего Тут горячего Теплого Не было Теплое Было Теплое Роллы Были прохладные Что приятно Ну и лайк Конечно же Я ставлю 5 баллов От себя Лайк Ниндзя Суши За то Что они Пополнили Абсолютно Пустейший Рынок Вот поверьте Мне сейчас Рынок Качественных Суши Ролов У нас в Москве Пустой Если вам кажется Что у нас Ого Сколько Суши Ролов Вокруг Огромное Нет Хороших Суши Ролов У нас По пальцам Пересчитать Их практически Нет Практически Нет Все Заполнено Шляпой Те Которые Вот Исключительно Там Франшизы За бабки И вот это Все Вот с таким Лососем Это Я таких Поддерживать Никогда не буду А вот таких Я буду поддерживать Я буду поддерживать Мариман Пусть и дофига Дорого Ниндзя Суши Теперь Пусть и дофига Дорого Но дешевле Чем Мариман И Достоевского Я буду поддерживать Пусть и нестабильно Но Достоевского Много Кстати нареканий Люди пишут Достоевский Ну у Достоевского Зато там и пицца И все подряд То есть Достоевские Красавчики Вообще По любому Суши Стор С их Эксель Меню Хотя давно Не пробовал У них кстати Вот такая же Филька Будет без авокадо Тоже авокадо Не добавляют Вкусные суши Отличные суши Ну еще Кого нибудь Мы вспомним Я не буду Не буду вспоминать Как бы вы и так Все знаете Прекрасно Мы никогда Не подведем Но Но реально рынок пуст Вот все Вот на пальцах Двух рук Можно перечить Ну еще я кого-то Не знаю скорее всего Доберемся и до них Там и Блюфин еще есть Которые тоже Когда нибудь снимем Вот Ну вот Ну в данном случае Слушай я потратил 7200 рублей Я не сильно обломался Я Я бы не сказал Что я прям Ой я такой В шоке Блин И я расстроен Вот если бы я потратил 7000 рублей А мне бы какую-нибудь Каку привезли Которая в помойку Отправится Я бы наверное Запечалился А в данном случае Мне привезли хороший продукт Который вообще Не стыдный Ни на стол поставить Ни самому съесть В общем лайк Определенно лайк Ниндзя суши Спасибо что посмотрели Молодцы ребята Из команды Нави Я доволен Вообще Красавчики За вас доктор пеппер Уже прям подогретый Немножко пью Всего вам вкусного Субтитры сделал DimaTorzok